Всех приветствую! Сегодня смотрим с вами на нож от компании Кершу и я вам сразу забегая вперед скажу, что если вам нужен какой-то небольшой нож с фиксированным клинком, который был бы прирезачком, да еще и оптимальный по стоимости, то я сейчас очень даже сомневаюсь, что можно найти альтернативу данному ножу. Дело в том, что он по стоимости чуть-чуть дороже, чем Мора, но у него есть свои интересные моменты. Интересные моменты, например, прежде всего преимущества, да, это крутые ножны, это крутая сталь для его стоимости и крутые характеристики в плане, например, сведения, это реально резачок. Давайте все по порядку. Во-первых, начнем с того, что Кершу это в принципе крутой бренд и такая вот большая коробочка, все дела там, США, вот, да, правда производится нож, данный нож в Китае, но это никак не сказывается на том, что получается у него характеристики, ну как сказать, просто замечательные. Да, маленькая надпись China, но в остальном у нас получается нож идеально сделан по качеству, нигде невозможно к нему придраться, все абсолютно отлично, отменно и при этом невысокая стоимость. Да, он стоит немножко дороже, чем Мора или чем вот этот самый Кизляр, например, Supreme Aggressor, но если мы говорим про Кизляр Supreme, это для того, чтобы производить на кого-то впечатление, то Кершу это для того, чтобы реально что-то резать, работать, что-то делать. Позиционируется он, по-моему, как скинер, да, он и называется, да, как скинер, получается, в названии фигурирует и, в общем-то, это означает шкуросъемник, то есть, чтобы какие-то вот такие деликатные работы делать, то есть, можно подлезть сюда, здесь у нас насечка специальная, да, для того, чтобы деликатную работу делать здесь, различные варианты переместиться, переместиться вот сюда, опять-таки, пальцем большим и делать, подлезть очень близко за счет чойла к режущей кромке, опять-таки, и для того, чтобы делать какие-то деликатные вот такие вот работы. Но и в повседневной жизни, на самом деле, даже как городской такой нож, в какой-то степени тактик даже, да, он бы подошел на самом деле, потому что он не производит впечатление какого-то агрессивного ножа, но эти ножны, они выполнены таким образом, что они позволяют этому ножу очень быстро извлекаться. То есть, смотрите, вот эта часть при необходимости можно ее, я так понимаю, снять, но более того, можно снять вот это вот, два винта открутить и, посмотрите, снять вот этот весь пластик вместе вот с этим креплением. То есть, это больше для аудора, то есть, если вы носите где-то нож, получается, за городом и все вот в таком духе, тогда цепляете его, получается, вот так и, соответственно, на пояс цепляете. Все понятно, у вас будет свободный подвес, вопросов нет, но если вам нужно городское ношение, скрытное ношение ножа, то откручиваете вот эти винты, у вас, получается, остаются тоненькие ножны с возможностью продеть темлячок и носить его как ножны типа лопух. Когда вот этого вот крепления не будет, он держится надежно в ножнах, нормально, ничего сюда не выпадает, то есть, все замечательно, вот гремит немножко вот эта часть, слышите, да, вот эта часть гремит. Сам нож не гремит, все хорошо здесь и, соответственно, он не выпадает и вы, получается, в таком случае можете иметь очень быстрое, мгновенное извлечение данного ножа и я бы даже сказал, что он подошел бы в качестве такого вот городского фикса, да, очень интересный вариант, на самом деле, учитывая, как сделаны его ножны. Но и загородный какой-то шкуросъемник, опять-таки, на мой взгляд, это практично, есть отверстие для слива воды вот здесь, есть возможность продеть там через шнуровку на различные, там, допустим, на лямки рюкзака и так далее, то есть, на различные крепления, то есть, вариантов по креплению эти ножны обеспечивают, в принципе, достаточно. Но самое главное, это рез данного ножа, рез у него вообще великолепный, просто супер, сведение 0,2 мм, по обуху 3 мм, по весу 92 грамма и вместе с ножнами это 139 грамм. То есть, этот нож очень легкий, представьте себе, он легче, чем складной нож спайдерка эндуро, то есть, вот спайдерка эндуро на несколько грамм получается даже тяжелее, 95 против 92 вот тут. И возникает вопрос, да, что будет носить для города? Да, складной нож для города носить в кармане немножечко удобнее, здесь все равно придется как-то внутриблючно носить, еще что-то такое, но есть свой, как бы, кайф в том, что этот нож быстро извлекается, в том, что это реально делается очень быстро, легко, одной рукой, не засоряется ничего и, опять-таки, нож, он сведен тоньше, чем эндуро, например, да, и сталь здесь D2, D2 твердостью 60-62 единицы по шкале роквелла, это очень даже внушительная заявочка, то есть, да, за D2 это полунержавейка, то есть, прям совсем уж коррадировать она не будет, но небольшой уход нужен, то есть, когда вы что-то порезали, получается, ну, скажем так, мокрое, сырое, что-то вот такое, в общем, влажное, то желательно нож протереть, но я думаю, что у всех мужчин есть с собой платочек, да, как-то это, не знаю, по крайней мере, меня так учили, что у мужчины всегда должен быть с собой какой-то платочек, на всякий случай, да, не только для того, чтобы там иметь возможность что-то вытереть, если вы приболели, да, но и, в принципе, для того, чтобы можно было протереть там нож, то же самое желательное, конечно, для ножа, для каких-то таких целей, иметь вообще отдельный платочек, положили, ну, карманы наверняка у вас есть, да, Вот, и в принципе положили в карман и пользуетесь и все Немножко протираете в случае, если работы были не по-сухому Вот, материал рукояти, это полипропилен, но не обычный, а какой-то там энкейст ТПР-рубер То есть в общем-то какой-то специальный полипропилен Вот, и вот этот ТПР-рубер, это такое специальное резиновое покрытие рукояти ножа Реально ощущается, вот немножечко амортизирует, ощущается прорезиненным Вот, очень цепкая, то есть с одной стороны у нас получается вот такая насечка Кстати говоря, напоминает, да, насечку, которая используется на оружии То есть пистолетную такую насечку, которая используется, ну, по крайней мере, не знаю Может быть это не всем видам оружия характерно, но мне кажется, вот такие ромбики Они вот, ну, что-то такого плана, да, они прям характерны, как будто бы оружейная насечка Вот, но в любом случае, ложится нож в руку, отлично У меня средняя повеличение ладонь, место мне разместиться есть, разными хватами Рукоять очень приятная, адекватная, такая тепленькая Вот, и, в общем-то, понятно, что здесь у нас достаточно, ну, не фулл танк конструкция, да Хотя, кстати говоря, написано на сайте у официального дилера, что это фулл танк Но мы видим, что фулл танк, это когда вот так То есть, когда рукоять полностью видно, что по всей длине и ширине продолжается А здесь, ну, наверное, да, по факту, может быть, там и действительно все полностью продолжается Металл, но так как оптенута резиной, как бы мы не можем на 100% об этом убедиться Ну вот, откручивать в данном случае не буду, но вообще возможно было бы открутить Снять, посмотреть, как именно выглядит этот хвостовик Я думаю, что учитывая вот эти формы, все равно вот он будет немножечко тоньше Ну, вряд ли он повторяет такие формы, иначе мы бы его не сняли Короче, ладно Смысл в любом случае, я думаю, что прочности более чем достаточно И это у нас резачок, он довольно тоненький То есть, вот тут у меня 3 мм, тут еще меньше Вы понимаете, что это нож не для ковыряния Это нож не для какого-то такого бездумного выживания Когда вы будете ножом там прям вот что-то прям кончик наизлом давать Но я, опять-таки, не знаю, для чего такие нагрузки, для чего такие задачи, в принципе, ножу Очень понравился этот нож тем, что он у нас реально резачок Тем, что он с возможностью удобного, на мой взгляд, ношения Практичные ножны, которые позволяют носить его как свободный подвес Так и ножны типа лопух Быстрое извлечение ножа Очень понравилось То, что вот именно тоненько сведен То, что удобно ложится в руку То, что множество различных вариантов по размещению Мне нож реально очень понравился Могу смело рекомендовать Учитывая, что стоимость у него прям невелика Ну, относительно, да, рынка Относительно того, что, да, он чуть-чуть дороже, чем Кизляр Суприм Но это Кершел Как бы и сталь здесь у нас Д2, а не АУС-8 Да, он чуть дороже, чем Мора Ну, в моем случае, опять-таки, Моры там разные бывают Вот, но буквально чуть-чуть И нужно понимать, что это Кершел, у которого Д2, а не Сэндвик, да У которого достаточно, в общем-то, выносливый будет при этом, при всем И сведен тоненько, и сделан классно И ножны, опять-таки, ну, просто не сравнить Вот, если опять-таки мы возьмем, что конкурентов Я понимаю, о чем просто говорю И понимаю, что в данном случае Скиннер, модель суперудачная Мне он очень понравился Позиционируется как туристический нож Ну, скиннер, скиннер туристический Короче, это, видимо, особенности нашего законодательства Потому что нужно привязать к какому-то более-менее понятному названию Но, однозначно, нож, который мне очень-очень понравился Я прям задумался над тем, что вот это такой нож, который мне бы лично подошел Большое спасибо официальному дилеру Ссылочки на которого оставлю в описании к видеоролику Можно будет перейти, посмотреть На его составить свои впечатления Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками Всем огромной удачи, счастливо И пока Субтитры сделал DimaTorzok